Когда ракета выводится, он висит и перегрузка идет. И вот его вот так даже немножко покачивает немножко. Плюшевый бегемот в руках космонавта – индикатор невесомости. Его экипажу космического корабля «Союз ТМА-06М» подарили Аня и Алиса Тарелкины. Его костюмчик очень на твой похож. И еще мы прилепили вот такую вот наклеечку. А, эмблемка наша? Ну, здорово, молодец. Нам сами очень он, ваш экипаж очень представлялся как бегемоты. Ты как и этот бегемот большой и добрый. Это уже традиция. В российском корабле всегда должен быть детский тарисман. А для космонавтов во время полета он еще и важный навигационный прибор. Счастливого полета! Мама, дай мне вот эту штучку. Скалочку. Скалка. Это называется скалка. Это символ кухонной власти. Да. Большая семья Тарелкиных расстается на столь долгий срок впервые. 9 лет тренировок, сплошные командировки и сложнейшая подготовка в отряде. Они все прошли вместе. Их старшая дочь Алиса родилась как раз, когда папа собирался в отряд космонавтов. А когда уже на морских испытаниях кандидат в космонавт Евгений Тарелкин выбирался из пускаемого аппарата, на свет появилась младшая Аня. Как раз так совпало, что я только пошел на тренировку и у меня супруга начала рожать. Сейчас вот уже родили мы девочку. 3,600, все как положено, 53 сантиметра. Так что нормальная девчонка. Сейчас я счастлив. В этом году десятиклассница Яна Новицкая стояла перед выбором. Поехать в молодежный лагерь «Орленок» как победитель космического конкурса. Или проводить папу в космос. Без вопросов. Байконур и первая космическая командировка отца были у Яны на первом месте. У меня была тема подготовка российских космонавтов в НАСА, ЕКО и ДжАКСА. И я заняла там второе место. Это тоже все проходило в ЦПК. И выиграла путевку в «Орленок». Но все-таки это, не знаю, полет папы в космос. Прислось отказаться. Командир корабля Олег Новицкий накануне отметил свой день рождения. Уже на космодроме. Впервые семья Новицких собиралась за разными столами. Даже в тяжелое время, когда Олег, боевой летчик, воевал на Северном Кавказе, семья договорилась всегда отмечать семейные праздники вместе. Это были 90-е годы. Нам тогда полгода не давали зарплату, денег дома не было. И в 7 вечера раздается звонок. Мы открываем дверь, и там стоят 5 семей, с которыми мы дружили. Один наш друг Гена Ванюхов говорит, выключайте свет, будем задувать свечи на торте. Выключаем свет, он заносит буханку черного хлеба, и воткнуто столько спичек, сколько моему мужу лет. Он зажег эти спички, и муж у меня задувал эти спички. Вот в тот день мы решили, что в любом случае, есть у нас деньги, нет у нас денег, что бы ни случилось. День рождения мы будем отмечать, и мы будем приглашать всех друзей. Она привыкла ждать. Когда муж улетал на боевые, по гулу самолета определяла, что вернулся именно Олег. Не могла заснуть, пока не узнает, что с мужем все хорошо. В общем, Юля – настоящая жена военного, а теперь и космонавта. Всегда сильная и мужественная. Правда, сейчас вдруг не сдержала слез. Когда пришли домой после того, как его проводили, я говорю, Яна, ты понимаешь, папа уехал на полгода. Она говорит, ты знаешь, а мне кажется… Можно пока? Я думаю, я не такая эмоциональная, как Яна. Она говорит, а я думаю, что он вечером придет с работы. То есть как-то ни она, ни я не осознали еще этого. Большая радость, когда мечта близкого человека сбывается. Это колоссальный труд проводить мужа достойно, чтобы он был уверен в тех, кто остается на земле. И огромная сила воли – ждать. Даже на высоте в 400 километров они будут как никогда близки. Это уже финишная прямая экипажа. Примерка корабля на космодроме. Проверка, все ли готово к полету. На ближайшие полгода Олег Новицкий, Евгений Тарелкин и Кевин Форд – единая космическая семья. В космический рейс отправляется экипаж, ни один из членов которого не летал на Союзах. Для них этот полет – первая длительная экспедиция. Раз, два, три, четыре. Затем утереть подтяга болочки, РПВ-1АК есть, одеть перчатки, контролировать вентиляцию. Я конверг, два, плечевые, не затянутые. Они взяли позывной в честь одного из самых больших пятитысячников Кавказа. Впереди у казбеков покорение новой, уже космической вершины. Это была очередная гонка вооружений. В то раньше США или Советский Союз запустят свою навигационную систему. Не для мира, а для войны. Потому нашу разработку в конце 70-х назвали грозно – ураган. Мы с решетнем взялись за ГЛОНАСС, мы ее называли «Ураган». Сделали 20 лишних спутников, по сути, полную систему. Необходимость в своей навигационной системе подтверждалась не раз. В 99-м, во время бомбардировок Югославии, американцы отключили сигнал GPS для чужих пользователей на довольно большую часть Европы. Во многих столицах Старого Света тогда задумались о создании своей спутниковой навигации. И вот в последней войне грузино-осетинской Россия, не имея точных координат, не имея точных координат, почему не имели точных координат? Да потому что американцы отключили для общего пользования систему GPS. Система GPS на грузинской территории практически не действовала. Первый спутник ГЛОНАСС был выведен на орбиту 12 октября 1982-го. А эксплуатация системы началась лишь через два года после американской, в 95-м. Однако в кризисные 90-е у России не нашлось резервов на поддержание орбитальной группировки. Спутники перестали обновляться. Новую жизнь программа получила уже в 2000-е. На орбите вновь стали появляться российские навигационные спутники. 18 аппаратов хватает для того, чтобы полностью непрерывная была навигационная ситуация в России. Мы северная страна, и плоскости спутников сходятся над севером, над северным полюсом. А экватор, южные страны, там плоскости расходятся, поэтому там уже 24 аппарата. ГЛОНАСС разрабатывали специально, чтобы сигнал со спутников можно было лучше принимать в российских северных широтах. Вместе с американской GPS система дает высокую точность. В сочетании с методами лазерного сканирования наземного и воздушного построения, 3D-моделей, то есть вот ГЛОНАСС стал базисом для построения уявязки самых разнообразных видов сбора пространственной информации. К 30-летнему юбилею ГЛОНАСС обновляется. На орбите завершает летные испытания первый спутник нового поколения ГЛОНАСС-К. Через месяц с космодрома Плесецк стартует второй аппарат серии. Срок его службы гораздо больше нынешнего. Вскоре в полную мощность заработает и европейская навигационная система Галилео, китайская Бэйдоу. Используя все четыре системы, навигационные приборы смогут работать с точностью до сантиметров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова